это пульс дня по скриптум здесь мы рассказываем вам о том о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске в этом году мир отпраздновал 133-летие чарли чаплина мы присоединяемся к чествованию и рассказываем что нужно а чего не нужно знать о мэтре настоящее имя чарли чаплина израиль тарнштейн псевдоним он якобы взял ради карьеры в кино но от своего еврейства никогда не отказывался приезжая в лондон он обязательно посещал еврейский квартал и вспоминал бежавших из восточной европы от погромов предков 1947 он поддержал борьбу за независимость переправив израиль партию оружия как оказалось это миф слуха о еврейском происхождении чаплина сына английского актера с родословной ведущей гугенотом и английской актрисы с цыганскими корнями родился в самом начале его карьеры и несмотря на постоянное опровержение прочно закрепился детстве чаплин дважды встречался с убийцами однажды 13-летний чаплин проходил мимо бокалейной лавки и заглянув щель между закрытыми ставнями увидел мужчину и большой ящик последствии выяснилось что мужчины был эдгар эдвардс а в ящике убиты им владельцы лавки эдвардса задержали во время следующего убийства другой раз чаплин зашел в пивную и попросил воды давший ему воду черноусый бармен показался чаплину странным он испугался и так и не выпив воды убежал спустя две недели тот самый бармен джордж чепман был арестован за отравление любовницы это правда по словам чаплина именно те детские встречи спустя много лет вдохновили его на съемки черной комедии северду а жулики многоженцы убивающим женщин чтобы завладеть их состоянием говорили что чарли чаплин не переносил запаха молока объяснить природу этого явления сам чаплин не мог но говорил что запах молока ассоциируется него сексом и от этого ему становится дурно поэтому с детства чаплин избегал всего молочного и даже боялся притрагиваться к бутылкам с молоком на самом деле это миф впервые в 1996 году об этом сообщила скандальный как настаивают киноведы недостоверной биографии чаплина джойс милтон без указания источника напротив сам чаплин часто вспоминал с каким удовольствием детстве ел овсянку на молоке и впервые попробовал американский молочный коктейль 21 год чаплин собирался бросить актерство и разводить свиней 1910 году во время гастролей в сша с британским мюзик-холлом чаплин познакомился с циркачем из техаса который рассказал ему о том как хорошо жить на ферме и предложил вместе бросить театр и заняться разведением свиней уставший от постоянных разъездов и недовольные своей почти семилетней актерской карьеры чаплин согласился вместе с циркачем они накопили 2000 долларов и уже присмотрели участок земли в арканзасе когда чаплин купил книгу о разведении свиней там он обнаружил подробное описание процесса кастрации поросят который настолько ужаснул что чаплин предпочел неудачную карьеру в театре и это оказалось правдой чаплин вспоминал что если бы не эта книга он точно купил бы землю в арканзасе к тому моменту ферма стала его навязчивой идеи и ему уже начали сниться свиньи перешептывались мол чаплин вел тайную переписку с лениным в конце двадцатых три письма ленина адресованные чаплину обнаружил в париже драматург жан жараду на их основе жараду планировал сочинить пьесу и до тех пор решил не раскрывать содержание переписки но после того как всеволод мейрхольт уговорил жараду передать письма в институт ленина в москве их содержание так и не было обнародовано к вашему сведению это миф чаплину о существовании писем ленина чаплину рассказал мир хольт в 1928 году он по-видимому стал жертвой мистификации жараду не пьеса по мотивам переписки не сами письма так и не были обнаружены некоторые были убеждены что чаплин был коммунистом в начале двадцатых он якобы вступил в компартию постепенно стал одним из ее главных спонсоров чаплин регулярно выделяла тысячи до 25 тысяч долларов на партийные нужды помимо этого он был одной из ключевых фигур красного голливуда и по заказу из москвы снимал пропагандистские фильмы критикующие капиталистический строй так появились великий диктатор им северду барабанная дробь это очередной миф слух распространила колумнистка лос-анджелес таймс хедда хоппер после того как чаплин стал публично высказываться за вступление сша в войну и открытие второго фронта хотя расследование fbi 49 года показал что чаплин никогда не состоял в компартии не финансировал ее это не помешало американскому правительству 52 закрыть чаплину въезд в страну как коммунистическому симпатизанту свой первый фильм чаплин спас от ареста спрятав банках из-под кофе в 1920 году во время монтажа своего дебютного фильма малыш чаплин разводился с первой женой милдред харрис ее адвокаты планировали наложить арест на отснятый материал чтобы получить долю от будущей прибыли испугавшись чаплин упаковал 120 тысяч метров пленки в жестянки из-под кофе и вывез их за пределы калифорнийской юрисдикции соф лейк сити где продолжил монтировать фильм в номере отеля пока бракоразводный процесс не закончился и это правда чаплин и харрис развелись ноябре 1920 года харрис получила 100 тысяч долларов и часть совместной недвижимости а через два месяца в январе 1921 состоялась премьера малыша который стал вторым самым кассовым фильмом года после четырех всадников апокалипсиса однажды чаплины пытались убить японские националисты в 1932 году японские военные вместе с группировкой черный дракон готовили госпереворот и убийство премьер-министра циоси инукай чаплин в этот момент был в японии он представлял в токио огни большого города и был приглашен на ужин к премьер-министру возможное присутствие режиссера заговорщиков не смутило убийство американского гражданина могло развязать войну с сша а военное положение лишь помогло бы ему держать власть своих руках избежал смерти чаплин по случайности вместо того чтобы пойти на прием к премьер-министру где его ждали убийцы чаплин пошел сыном премьер-министра на матч с умом премьер-министр был убит заговорщики арестованы а чаплин не пострадал это правда один из главарей заговорщиков лейтенант сейши кога во время суда сказал что лично против чаплина ничего не имел о том что чаплин британец и не имеет американского гражданства кога не знал еще один правдивый факт биографии черчилль научил чаплина строить кирпичные стены это было в начале 1930-х чаплин гостил у черчилля и отметил качество кладки кирпичного забора черчилль в ответ похвастался что выложил его сам как и все остальные кирпичные сооружения на территории усадьбы и признался что работа с кирпичом единственное что по-настоящему его успокаивает чаплин захотел научиться выкладывать кирпичные стены сам и черчилль согласился провести мастер-класс только если чаплин никому не расскажет секрет его кладки чаплин согласился и слово сдержал в чем состоял секрет до сих пор неизвестно приобретенный благодаря черчиллю навык чаплин никогда не использовал зато совместная кладка кирпича стала началом многолетней дружбы оказывается чаплин боялся снимать великого диктатора но его уговорил франклин рузвельт во время съемок комедии о гитлере чаплин стал получать письма с угрозами от американских поклонников фюрера по совету продюсеров опасавшихся что сторонники гитлера найдутся и высших кругах власти и это осложнит судьбу фильма чаплин даже остановил съемки великого диктатора спас президент рузвельт узнав об опасениях он направил к чаплину своего ближайшего советника и друга министра торговли гарри гопкинса сообщить что президент мечтает посмотреть комедию о гитлере и что проблем с цензурой не будет после этого чаплин возобновил съемки гопкинс убедил чаплина не обращают внимание на письма с угрозами не бояться вмешательства сверху проблем с цензурой великого диктатора и впрямь не было пустили слух что чаплин проводил кастинг через постель обычно пробы актрис проходили так одетый в костюм маленького бродяги чаплин показывал актрисам карточки как в немых фильмах на которых было написано что они должны сделать от карточек вроде боится и плачет чаплин постепенно переходил к карточкам вроде раздевается и трогает тебя за грудь и затем принуждал их к сексу сплетню в сорок третьем году распустила хедда хоппер ненавидевшая чаплина вновь об этом заговорили с появлением радикального движения мету хотя у чаплина и были романы с несколькими актрисами ни одна из них не обвиняла его в принуждении к сексу ну и напоследок правда или ложь гроб с останками чаплина был похищен а потом потерян это произошло в марте 1978 года спустя два месяца после похорон его вдове уня позвонили и потребовали 600 тысяч швейцарских франков в качестве выкупа за похищенные останки у на чаплин категорически отказала сказав что муж назвал бы это глупостью пустой траты денег после этого похитители звонили еще несколько раз каждый раз снижая размер выкупа пока во время одного из звонков полиция не поймала их с поличным в телефонной будке впрочем гроб чаплина преступники не вернули потому что не смогли вспомнить где именно на кукурузном поле они его закопали полицейским пришлось несколько недель ходить по полю с миноискателями пока гроб не был наконец обнаружен и это правда похитителей двух эмигрантов из восточной европы приговорили к нескольким годам тюрьмы останки чаплина вернули на место залив этот раз для надежности бетоном это все к данному часу всем доброго